Дорогие соратники, единомышленники, разрешите мне приветствовать вас. Вначале я хотел бы представиться для тех, кто меня не знает. Меня зовут Михаил. Я общественный деятель, анархист, антибольшевик. Сегодня я хотел бы поговорить про своеобразное явление, которое уже будоражит российскую общественность. На протяжении где-то трех-четырех месяцев. Вначале я хотел бы, конечно, попросить благословения Божия по имя Отца, Сына и Святаго Духа. Аминь. Так вот, это явление, так называемое явление шамана, если так можно сказать, Александра Габышева. Человека, который никому неизвестен был. Который вышел из Якутии пешком со странной тележкой. Вышел в направление Москвы. И он заявляет о том, что Господь наш явил свою волю, сказав ему о том, что нужно идти на Москву и сгонять демона Путина из Кремля. И вот он, исполняя волю Божью, значит, идет на Москву. Вышел он где-то полгода назад. И к нему стали присоединяться соратники. О нем, значит, узнала сейчас вся Россия. У него там порядка сотни тысяч просмотров ежедневные. Вот, Ютьюбе, на других интернет-каналах информация о нем распространяется с огромной силой. И, значит, из новостей мы узнали, что сегодня, 19 сентября, в 6 часов утра, спецназовцы в масках произвели захват его и увезли в неизвестном направлении. Ко мне обратилось большое количество православных монархистов, которые попросили меня прокомментировать всю эту ситуацию. Высказать свою точку зрения на этот счет. И поэтому я сейчас вынужден записать такое видеообращение для того, чтобы высказать свою точку зрения и помочь всем нам разобраться в этом очень интересном явлении. Как всегда, для того, чтобы понять суть происходящих процессов, мы должны с вами смотреть не с политической или общественной точки зрения, шапкозакидательскими оценками действовать. А посмотреть с истинной, с духовной точек зрения. И тогда нам станет с вами все ясно и предельно понятно, что же, собственно говоря, происходит. Итак, что мы знаем? Почему это явление, почему этот человек именно сейчас выходит из Якутии, из каких-то там лесов в направлении Москвы? И что мы знаем непосредственно о самом Александре? Я посмотрел его ролики, посмотрел, что он рассказывает о себе. И для себя подчеркнул очень много интересной информации. Во-первых, он считает себя православным христианином. Он верует во Христа, в Отца Сына и Святого Духа. Он крещеный. И я специально подобрал фотографию. И достаточно много. Где вы видите на нем православный крест. Вы знаете, что он неоднократно говорил, что он простой человек. Работал долгосварщиком. Что у него в жизни случилась трагедия. Умерла его любимая жена. И он удалился в лес, где три года постился. И всячески стяжал свой дух. Он говорит, что я верующий христианин. Но я, говорит, якут. И я, говорит, чту традиции своего народа. Любовь к природе. Как он объясняет свой название шаман. Это привязанно так же, как у нас в христианстве отмечать Масленицу. Это христианство не имеет никакого отношения. Но является дань традиции. Садится на дорожку. Так вот. И он именно так свое шаманство объясняет. И более того, когда он, по-моему, в Чите, в одном из населенных пунктов, который был на его дороге. Ему выделили площадь, где проводить митинг. Он увидел православный храм. И сказал, как хорошо Господь с нами. Он указывает нам, что мы делаем правильно. То есть, сам Александр считает себя христианином. И это, собственно говоря, радует. Так вот. Почему он выходит в 2019 году? Почему он становится широкой общественности известен? И очевидно, что этот человек непростой. Ну, возьмите, допустим, себя. Вы могли бы куда угодно идти пешком. И, собственно говоря, говорить, что... Видеть Путина изгонять или еще что-то. Но только если будет воля Божья, вы станете известны. То есть, видно, что Бог ему помогает. Почему 2019 год? Вы все знаете, что православные пророки говорили, что сто лет богоборцы бечевать землю русскую будут. Что сто лет будет проклятая ига над русским народом. Сто лет с какого момента? Мы по своей духовной слепоте раньше думали, что это с момента революции 1917 года. Но это не так. Оказалось, что сто лет с момента... Когда была явлена державная икона Богородицы. Когда власть от царя после его убийства перешла к Богородице. И вот с этого момента нужно отчитывать сто лет. Сто лет было этой зимой. И сейчас идет 101 год. То есть год, когда по мчениям православных пророков власть Вавилона исчезнет. И он сам по себе рухнет. Будет казнь над ним. И вот я считаю, что Александр это как раз предвестник этих событий. И поэтому его выход из ягодских лесов состоялся именно в 19-м году. Безбожные там дурни-то атеисты. Они этого не понимают. Они там у Кубновального бегают, пляшут. Они думают, что в России тут что-то управляется капиталами, желанием. Нет. В России управляется Богом и Пресвятой Богородицей. Поэтому сколько они там бы не плясали на площадях. Власть Вавилона рухнет тогда, когда она то волею пролегует. И сейчас процесс этот мы наблюдаем. Мы находимся с вами в уникальное время. Потом очень интересно по Александру. Он идет и говорит, что править не я вами буду. Моя задача... Я воин. Моя задача бой. Бои с демоном, с страшным демоном, с страшным колдуном. Здесь его размышления абсолютно совпадают. С размышлением, с учениями наших святых пророков об этом времени. Что Кубилон, проклятый город с колдунами, 100 лет будет править Россией. А Москва ставит нового Белона. Что мы видим по огромному количеству зекуратов, построенных достаточно на Сталинские высотки. Посмотреть на ВДНХ, приехать. Посмотреть на Красной площади. Мумии там Ленина и так далее. Круги программы дьявола. Безусловно, Москва сейчас. Это новые Вавилоны. Конечно, с точки зрения духовной, пробу некуда ставить. Колдун на клубу некуда. Он забирается и катается друг на дружке. То есть, пессимисты, оккультисты. В первую очередь Россия порабощена не олигархами какими-то. Или жуликами, бандитами. Нет, в первую очередь она порабощена духовно. Порабощена оккультной магией древнего Вавилона. И, собственно говоря, с ней ведется настоящая схватка. Потому что остальное все это производное. Понятно, что тьма не может рождать праведников. Не может рождать бандитов. Барье разное. Жилье и прочее. Поэтому мы видим эти дьявольские плоды. И вот Александр говорит, править буду не я. То есть, он впрямую фактически говорит, что править будет кто-то другой. Мы знаем, что наши православные пророки говорили, что после ста лет иго, после Путина будет православный царь. Что это избранник божий. У него очень тяжелый крест. И очень много ставится перед ним разных задач. Но об этом мы уже неоднократно с вами говорили. Может в дальнейших роликах поговорим сейчас. Разговорим не о царе, а о вулк Александре. Так вот. Он идет. И он говорит, что надо жить справедливо. Что народный исход. Есть высшая власть. В переводе на наш русский православный язык. Собор народный является высшим таким органом. Волеизъявление народа. Собственно, есть он абсолютно прав. И он не противоречит ни христианскому учению, ни преданию русского народа. Его встречают везде с хлебом и солью. Встречают калмыкии, башкиры. То есть, давние друзья и надежные союзники русского народа. Ведь калмыкии и башкиры еще известны со времен Иоанна Грозного. Они известны своей преданностью и службе русским царям. Они встречают его. Радостные встречают. И они чувствуют какую-то аналитическую силу. Который идет вместе с Александром. Потом еще очень знаменательна была встреча с путинскими шаманами. Которые там до этого Лерблюдах что-то ритуально убивали. Работать стражили. Чтоб власть Путина тут была вечно. Они его не признают. Они говорят, что это никакой не шаман. Не надо себя так называть. Они пытаются не пустить в город. Это достаточно широко известное видео. Я думаю, если вы кому интересно, вы посмотрите. Правильно. Потому что Александр никакой не шаман. Шаманов не бывает христиан. У него крест на шее. Он христианин. Поэтому эти оккультисты с ненавистью к нему так отнеслись. И тем самым еще раз показали, что Александр никакой не шаман. Это блаженный, православный христианин. Тоже три года постился. Готовил себя к этой духовной миссии. И вы обратите внимание. Конечно, пытаются к нему опять агентуру какую-то засунуть. Среди у людей. Пытаются какие-то альтернативные шествия. Это все обычные истории. То есть адепты Вавилоны. Постоянно делать с русскими организациями. Это уже старо как мир. Просто не смешно. В России путинской жил. Церковь не смеется уже. И вот его сегодня с утра арестовывают. Арестовывают по беспределу. Бандиты. И кажется, что судьба Александра, его борьба со зверем заканчивается. Что он сейчас должен шмыгая носом извиняться перед Путиным. Перед оккультистами. Но не так все просто. Я хотел бы сейчас немножко отлечься от Александра. И разобрать похожую тему. Когда Крым возвращался в Россию. Он возвращался без всяких на то путинских устремлений. Фактически это был подарок. То есть кровопролитных, ожесточенных боев. Которые, как правило, сопровождали аналогичные присоединения территории. Тем более Крыма, сакральной земли. И тут без боя люди сами. То есть армия вся украинская там вся разбежалась. И взять было просто нельзя. У меня было ощущение, что когда Путин присоединял Крым. Что Вавилон заглотил наживку. Что Крым убьет их. Но даже не то, что убьет. Это начало их конца. Хотя я сторонник. Безусловно Крым. Более того, я считаю, что все территории надо возвращать. И когда Господь придет монархистов в власть. Я думаю, что все наши соратники, и домышленники. И вся наша власть будет на то, чтобы воссоздать империю. Присоединить все территории. И оттуда всех прохвостов, которые там большевистских окопались. И снова вернуть свободу порабощенным большевиками народом. Так вот. И было ощущение, что Путин, его вся власть, оккультисты всего. Заглотили наживку. И власть их стала содрогаться. Содрогаться. А сейчас, по ощущениям, они попались. Они опять захватили наживку своей спесивой такой вседозвольности, гордыни. Вот. И попались на крючок. Вы понимаете, насколько я понимаю, миссия Александра – это разбудить. Видите, народ русский, да и не только русский, а народы. Понимаете, русский народ после столетнего геноцида, после того, когда процентов 60-70 лучших мужчин в той или иной степени были истреблены, а остались только либо недобитые, либо не очень, потомки не очень хороших людей, так сказать. Плюс запугивание, плюс беззаконие, террор. Ну, в общем, наш народ в тяжелейшем состоянии находится в своем мужчине. Террор не коснулся других наших братских народов, давних наших друзей и верных союзников. Это народы Сибири. Давние и верные наши друзья, повторюсь. Для них Александр свой человек. Он часть их. И, наверное, Бог поэтому его и предызбрал. То есть, он в первую очередь разбудит могучие сибирские народы. В отличие от кавказцев, я очень хорошо изучаю историю и я сделал выводы. То есть, сибиряки – это могучие воины. Они всю жизнь были могучими воинами. Это смелые, отважные солдаты. И не случайно Иоанна Грозного охрана состояла во многом из калмыцких лучников. И, собственно говоря, с ними вот так вот просто там ментами разгонять это так не пойдет. Это серьезные ребята, умеющие за себя постоять. И люди, которые знают, что такое честь, знают, что такое совесть, знают, что такое братство. В Сибири просто по-другому не выжить. Плюс это народы, которые у каждого не по одному карабину и не по одному ружью. И с ними вот так вот разговаривать, арестами, пинками не получится. Вот. И Александр, я так думаю, это тот звоночек, который должен разбудить. Один из звоночек, который должен разбудить Россию. Вот. И, собственно говоря, а как вы думали? Ну, конечно, он будет идти по дороге, к ним будут присоединяться, присоединяться. И вот он идет сюда с армией и возьмет Москву. Нет. Никак не будет. Русь всегда, все события, они, как правило, в России строятся на крови. Его, ну, должен народу рассказать правду. Тьма должна его посадить. Скорее всего, они его, наверное, скорее всего, могут там что-то с ним вытворить. И он станет мучеником, знаменем. Не знаменем, а мучеником и тем капсулем, который взорвет порох освобождения России. Как-то так, понимаете. Я не знаю, сейчас Бог, Божья воля, он рухнет, как дважды два. После Путина будет царь. Вот. В связи с гражданской войной. Это будет однозначно. Никаких там Навальных, Никаких там перевыборов, президент ученик. Даст их рухнет. Рухнет до основания. Вот. И поэтому я вот так вот оцениваю Александра. Молитесь за него. Ему тяжело. Я написал им, спрашивал, верует ли Александр в отца, сын и святого духа. И сказал, что верует в пустяне. Это то, что нас с вами должно интересовать. Если какие-то вопросы будут, пишите. Искренне ваш. Налимов Михаил. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok